Микс Ньюс У нас сегодня в гостях депутат Тима Дидис Шмидс. Он является также президентом Латвийского союза рыбопромышленников и руководителем Европейской ассоциации вылова краба. Но сегодня он к нам пришел в новом статусе. Мы все знаем, что в конце мая или в начале лета еще не определились точно депутаты с датой и будут проходить выборы президента Латвии. Вот если еще неделю назад мы все были уверены, что кандидат будет один и буквально выборы пройдут без конкуренции, то на прошлой неделе кандидата стало уже три. В том числе Дидис Шмидс, который находится у нас в студии, его выдвинули внутренние оппозиционеры партии КПВЛВ. Расскажите, пожалуйста, почему вы согласились быть кандидатом в президенты? Вы наверняка понимаете, что господин Левец уже заручился поддержкой коалиции, что превышает 51 голос. Доброе утро. Сперва вы уже сказали, в принципе, ответ на этот вопрос насчет конкуренции на выборы президента. Я считаю, что президент должен выбраться после дискуссии, после того, как мы видим видение президента на следующие четыре, может, и на восемь лет или десять лет вперед в стране, и что лучший кандидат, лучшие идеи, лучшее видение выигрывает. То, что сегодня все думают, что... В смысле, я считаю так, что из трех названных человек реальный кандидат два. В смысле, господин Янсен, он и я, потому что не кандидат на пост, а господин Левец немножко так, как был-то не кандидат, это уже назначенный президент, да, до дебатах, до того, как мы обсуждаем то, куда страна должна идти и как президент должен ей руководить в следующие годы. Но я не думаю, что тут все уже ясно. Я знаю, что есть разные мнения и в тех партиях, которые выдвинули господин Левеца на этот пост. Ну, увидим в конце этой истории, будут ли депутаты поступать по своей, скажем так, совести, или они будут поступать по какой-то дисциплине. В принципе, если мы посмотрим на Сатверсмя и на Саймискат, и Мисс Ролус, там ясно сказано, и по логике это так, что депутат должен быть свободным в своем выборе, и так же, как по любому вопросу, но и президенте особо, я считаю. Вот на ваш взгляд, вот ваше наблюдение, как, ну, фактически нового депутата Сейма, как так получилось, что новый Сейм, в котором вот пришли, как они провозглашали, вот такие новые политические силы, вот уровень демократии так постепенно снижается. Всюду запускается машина для голосования, в том числе даже по выборам президента, и поскольку у нас голосование сейчас за президента впервые будет открытое, ну, фактически любая интрига, ну, нельзя сказать, что убита, но вообще уменьшена до минимума. Тут два ответа. Первый, насчет этого открытого выборания президента, я думаю, сейчас как раз этот, тут можно видеть, что есть палки две конца, да? Да. И на этом как раз в выборах сегодня ясно, что если бы они были закрыты, и думают, что шансы Лябита были бы очень маленькие, низкие, потому что есть те депутаты, которые, ну, по совести бы не голосовали. Так что это очень хороший вопрос, открытые ли выборы президента дают демократический результат. Я не говорю, что там сто процентов нет. Сейчас будет так, как будет, там ничего не изменить, посмотрим, да, как они будут. Потому что если, скажем так, люди принципиальные, то они должны выбирать, как они считают, они как их толкают, да? Это первый пункт. Насчет того уровня демократии, вообще, я даже не говорил насчет уровня демократии, насчет вообще уровня парламента, политики, да, я считаю, что у нас есть фундаментальные проблемы, которые надо признать и решать, да. А первое, то, что я считаю, что президент должен выбираться народом, да. То есть вы за всенародные выборы? И даже за Французской республики. Если я стану президентом, это будет один из первых моих предложений, чтобы следующий президент выбирался народом, да. А я не считаю, кстати, что там всегда говорят, что там надо очень сильно менять там какие-то его там... Помощи, расширять. Помощи, я эту логику никогда не понимал. Почему? Кстати, у него сегодня же есть очень большие... Другое дело, как они используются. Как они используются, правильно. Но не только это. Я считаю, что у нас надо и менять не систему, тоже говорят, что у нас пропорциональная выборная система, и что вот там ничего нельзя менять, тогда надо менять Конституцию. Это неправда. Пропорциональная система можно быть... Даже система пропорциональная, и мы можем много менять. Например, число участков выборных. Если просто сейчас представим, что в Латвии бы не было бы пять участков, ну, в смысле регионов, где выбирается, а пятьдесят. В каждом участке выбирается два человека на семь. Да. Тогда бы пришлось... Я считаю, что при таких условиях уровень парламента намного бы верос. В каждой партии нужно было найти не там пять лидеров, а сто. Сто лидеров, которые бы готовы были видеть перед народом, у которых было бы мнение, способность его высказать, да, и убедить выбирателя голосовать за это мнение. И при этом была бы построена, ну, не система, как бы... В смысле, выбиратель бы знал своего депутата, и депутат бы знал своих выбирателей. Да, и это... То есть, для этого даже не надо переходить на систему одномандартных мажориталов? Нет, потому что пропорциональность можно гарантировать и такой системе, да. Так что, я считаю, что дискуссии, ну, не только дискуссии, но это надо поднимать и об этом обсуждать. И знаю, просто очень много людей, которые бы, если было бы одномандатные округи, которые бы давно уже выступали в политику, но которые сейчас это не делают, именно потому что система наших партий, надо признать, она, ну, не знаю, я все время, какое-то время думал, что это просто вопрос роста, ну, страны, там, новые государства, ну, почти уже 30 лет прошло, и как-то у нас партии, я считаю, они не показывают то, ну, в смысле, их рули в демократии, как-то у нас не получается. И та система, как партии внутри, мы видим, сколько уже, у нас сколько партий, таких, которые, там, 20 лет, да, ну, есть некоторые, да, но по другим принципам не считаю, как нормально политическая партия функционирует. Я так понимаю, что все-таки будут дискуссии перед выборами президента, все-таки сейчас появились у господина Левица конкуренты, может быть, вы уже можете набросать те вопросы, которые вы бы хотели задать господину Левицу, ну, чтобы хотя бы понять его позицию, поскольку большую часть жизни так получилось, он не в Латвии, да, так сказать, может быть, у вас есть какие-то такие вопросы, которые вас очень мучают, которые вы давно хотели задать господину Левицу, вот у вас скоро будет такая возможность, мы можем сейчас тоже тут порепетировать. Я хотел бы задать вопрос, даже больше я в своем мнении могу сказать, и это, конечно, слышать его мнение. Я считаю, что самый главный вопрос в Латвии, где президенту есть абсолютно важная роль, главная роль государства, это объединить общество, объединить нации на какие-то будущие достижения. Я считаю, что... И тут очень хороший вопрос, будет ли Лебед объединять нации. Я считаю, что если мы так подумаем, что нас не разделяет, я не говорю только по этническим вопросам, но другим, что можно объединить людей в Латвии. Я считаю, что то, что можно объединить, не только просто для того, чтобы объединить, но что реально надо достижить, то есть это экономическое благосостояние, это экономический план страны, как мы через 10 лет, например, будем разделять не 9 миллиардов в бюджете, а, например, 18. Поставить тут цель, и думаю, что каждый, который живет в Латвии, скажет, что он хочет жить лучше. И это абсолютно, как сказать, цель Латвии, чтобы люди не перестали уезжать, чувствовали себя стабильно, смотря 10-20 лет вперед, и, может быть, кто-то бы даже вернулся в Латвию, и в Лугобританию, и в других странах. Я считаю, что если я буду президентом, и также буду, например, выбирать премьеров, если у нас есть цель того, чтобы у нас рост, мы дважды увеличили свой бюджет, то премьера я бы выбрал, исходя из этой точки, кто придет с лучшим планом, чтобы этого достичь, несмотря с какой партии и так далее. И я никогда не слышал от господина Левитца, я, конечно, у каждого из трех кандидатов... Вы знакомы лично с каждым? Лично, ну, я здоровался, ну так, особенно, да, может, 20 минут поговорил тоже в свое время. Но просто у каждого есть свои, конечно, плюсы и минусы, да. Я не собираюсь конкурировать с господином Левитцем по конституциональному праву, да. Ну, там, наверное, я проиграю. Также, извините, янсон, насчет, ну, не знаю, там, права... Ну, господин Янсон, да, правозащитник, да, правозащитник, да. Еще не факт, что вы поиграете в его позиции, я не говорю, что... По многим вопросам. Да, ну, я бы хотел с ним поговорить насчет экономического развития страны, насчет того, как дефинировать наш национальный интерес, как их защищать, вообще наш национальный интерес и как их защищать. И, думаю, там мы можем еще очень хорошо поспорить, кто это видит лучше и понимает это дело. Так что, я ничего не слышал от господина Левитца насчет экономического развития страны, ничего буквально. Я хочу, чтобы эта дебата об этом была, не только потому, что я бы там выиграл, ну, одно дело, неважно, в конце концов, кто бы не стал президентом, важно, чтобы этот вопрос экономического развития был приоритетом номер один. И если эта дискуссия с господином Левитцем, Янсенсом, независимо от того, кто выиграет, это даст, то она от того и стоит, ну, чтобы она была. 672-12-939, 672-13-939, звоните нам, задавайте свои вопросы, у нас сегодня депутат Сеймадиди Шмидтс в гостях, также кандидат президента Латвии, и пишите нам в WhatsApp 2061-91. Ну, возвращаясь к вопросу демократии, в парламенте вы сказали о том, что депутат должен быть свободен в своем выборе. По любому вопросу, просмотрев голосование в Сейме, на любом заседании, мы видим, что у нас происходит, ну, практически, кроме партии КПВЛВ, абсолютно фракционное голосование. Да, то есть, очень четко нет такого, что есть какое-то отпочкование, мы наблюдаем, да. Вы считаете это неправильным? Ну, иногда есть, если посмотрим, не все голосования, конечно, есть, которые воздерживаются, да, да, и так абсолютно сказать, что все голосуют как машина, нельзя. Ну, вот воздержание уходит, да. Я считаю, что тут, конечно, тоже не ответ стопроцентный, да, и как я это вижу, и как я поступаю сам. Если, например, фракции депутатов, которые выбрали Сейм, спорят о том, как лучше достичь конкретной цели там, да, и у меня есть разные мнения. Ну, цель-то одна, мы туда идем, один говорит, идем по дороге А, другой по дороге Б, да, это не так важно. Если я просто тогда должен убедить своих товарищей идти по той дороге, которую я считаю правильной. Если я не сумел, то я пойду и по дороге Б, и не буду голосовать против и так далее. Но если цель друг другая, да, если это концептуально против того, как я вижу развитие страны, или неважно по какому вопросу, или какое у меня личнее мнение всю жизнь была, я, конечно, не буду менять свои цели, да. И то, тут и различается, как я поступаю, если по дороге только обсудить, то я буду пытаться убедить, но если нет, я пойду и по дороге Б, хотя она длиннее, неправильная, но она все равно ведет цель. Давайте примем звонок, девайс, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Городкий вопрос. А вот где взять-то этих 10 миллиардов, которыми только что господин депутат раскинулся, вот просто так пойти в лес и накопать, или как это у нас происходит? Ну, да, видимо, речь идет о государственном бюджете, чтобы нарастить его, чтобы было 18 миллиардов. Одного ответа там нет, но ясно, что мы должны сделать так, чтобы Латвии было самое лучшее место в нашем регионе и развивать бизнес. Никто другой, как это, деньги в бюджет не принесет, как бизнесмены, которые будут их зарабатывать, производить продукты, экспортировать и так далее. Просто изначально надо исправить те ошибки, которые совершены, но у нас в сравнении иногда, только в сравнении, если поставить новый завод адекватный, ну, то есть идентичный, в 5 странах, где мы конкурируем, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, то разница в год, не самое худшее место, где открыть такой завод. Завод, например, 15 миллионов оборотов, 180 рабочих, рабочая зарплата, ну, минимально 1000 евро на руки. Вот такой завод поставить на 5 государств. Не самое худшее место. Второе, Чехия, там у нас 130 тысяч в год разница, а с Эстонией у нас разница 500 тысяч в год. То есть за 5 лет это 3 миллиона. Надо быть ненормальным, чтобы сейчас открывать, перерабатываешь завод Латвии. Вот они открывают. Вот это надо изменить. И не только не открывают, кстати, это одна часть. Закрывают еще. Уходит. Хаусберг, Галдерс ушел от Латвии. Вегас местных ушел от Латвии. Но свободно работают в Литве и в Эстонии. И только продают наши продукты здесь под брендом, старым брендом. Так что надо сделать условия, чтобы мы были в самое лучшее место, где инвестировать деньги. Это первое. Но вы понимаете, как это сделать? Конечно, это налоговая система. Потому что что дает это разницу в худшем случае у нас? Много показателей, много что считать, но главные две. У нас самая дорогая рабочая сила. Самые большие налоги на работников. Может быть, даже непредсказуемость налогов на ближайшие четыре года. Непредсказуемость, то есть предсказуемость ужасных налогов тоже плохая. Если ты знаешь, что тебе будет самый дорогой и предсказуемо 20 лет вперед так, то предсказуемость нехороша, если налогов увеличивать, а не снизять. Это одно. У нас самая дорогая энергия вообще. Вторая и третья самая дорогая в Евросоюзе. Я не говорю насчет наших конкурентов, как Литва, на 40% дороже. Ну, как ты можешь открыть завод, если рядом на 40% дешевле энергии энергии? Это ОИК знаменитый. И так далее. Не только ОИК. Садов, Стыкло и так далее. То есть эти параметры мы должны, я говорю, должны не точно уравнить с конкурентами, мы должны их ниже сделать. Цену мы ниже не сделаем, мы можем только рыночную сделать, конечно, но налогами должны сделать меньше. И налоговая политика вообще Латвии должна тотально меняться, потому что есть много показателей, где снижая налоги, ты получаешь больше. Ну, иногда надо сделать шаг назад, чтобы сделать... Акцизный налог, например, очень простой пример. Я даже не буду о овощах и фруктах говорить, где-то это видно, где мы снизились с 21 на 5. Но просто вот посмотрим, это не наш ум, это ошибка эстонцев. Акциз на алкоголь. Эстонцы подняли. И что случилось? Все эстонцы, ну не все, приезжают... Ну, близ границ, да. Не, ну там, по-моему, если не ошибаюсь, 90 миллионов больше зарабатывали, чем... Потому что, не потому что мы снизили умно это сделали, а потому что эстонцы ошиблись и подняли. Это очень хорошие показатели, что можно сделать с одним налогом, и как можно, снижая налог, получить больше в бюджете денег. И так далее, и так далее. Там есть много чего сделать, если каждой отрасли... Если бы правительство послушало своих же производителей в каждой отрасли и просто сделал 10 шагов, которые они предлагают уже последние 20 лет, мы много бы достигли, это даже 18 лет, это больше было. А у нас до сих пор, до сих пор нету соседаний кабинетов министров, где обсуждался вопрос. Но социальными партнерами обсуждаются? Они поддержали план действий правительства? Ну, тут очень хороший вопрос, что мы считаем социальными партнерами, да? Работодателями, куда ходят предприниматели? Да, есть план развития экономики, как и общие работодатели, это могут дать каждая отрасль. По пищевой индустрии, та индустрии, по транзиту, транзитной индустрии и так далее. У нас не было до сих пор. Последние собрания и правительства, по-моему, реально с конкретными индустриями, что делать, чтобы мы получили больше, было при правительстве Годмана, когда кризис начался. И то закончилось заседание тем, что Годмана сказал, слава богу, у нас нет производства, то бы мы падали еще сильнее. Так что у нас есть серьезная проблема в том, что все начинается с головы, в правительстве нет очень мало людей, которые понимают экономические просто принципы, которые вообще понимают, что такой график Ла Фера, например, где если ты слишком большие налоги ставишь, ты теряешь деньги. В многих отраслях мы уже поставили налоги, где им притворяемся, что их платят. Например, рестораны, общественное питание, там абсолютно ясно, что там по пару раз выходят скандалы, ясно, что там налог ставлен невозможный. И все притворяются, что платят, и всех ставят угол, потому что знают, здесь не откроют рот на них. Знаете, не притворяются, к нам приходят представители ассоциаций ресторанов, которые об этом открыто говорят. Они говорят, что у нас так, они говорят, что есть такая проблема, что иначе. И какие результаты этого, потому что оппозиция подала предложение снизить налог на 12%, оппозиция сказала, ну, работаете, ребята, значит, оппозиция, а сейчас мы у вас... И рестораны уже получили письма от налоговой службы, анкеты, как вы не платите налоги. Ну, например. И вот результат. Я, конечно, нет, я удивлен позитивно, что они откровенно говорят, ну, я считаю, что вот так и надо, да, и надеюсь, что остальные будут следовать за ним, и остальные будут их защищать, если на них нападут сейчас, да. Ну, это просто, ну, мы устали смотреть эти... У нас не министерство, то есть у нас не правительство, а какое-то бюро комментариев экономики. Сейчас, знаете, я сравню, как мы смотрим на экономику, на бюджет сегодня и последние 10 лет. Это как моя дочь смотрела на экономику, когда ей было 5 лет, да. Мы шли по Межпарку, она кушала мороженое, хотела еще одно. Я ей объяснял, ну, что, ну, учил ее, что у меня денег было на одно мороженое, ну, их надо зарабатывать и так далее, мне на товаро нету. Она говорит, как нету, там банку мат. Ну, пойди, возьми. Это примерно то же самое уровень мышления сегодня. Вот у нас есть бюджет, как-то чудом пришло 9 миллиардов. Независимо от того, правильными налоги ставили, неправильно, никто даже не собирается рассматривать варианты, менять налоги так, чтобы получить больше. То есть, если рассматривают, это всегда вопрос поднимания, поднимая налога, получим больше. Абсурдно. Да, вот вы сейчас размышляете о будущем Латвии, о действии правительства, вернее, об отсутствии там определенных действий, да, для того, чтобы повышать благосостояние населения. Но вы когда-то, когда вы хотели номинироваться на должность министра экономики, все-таки сняли свою кандидатуру с этого поста. Именно по этой причине. Это очень хороший шанс проявить и сделать то, о чем вы говорите. Должность министра. Нет, нет, это должность министра, а не шанс ни к чему. Вопрос, есть ли в целом движение правительства и премьера, в первую очередь, к этой цели. Да, все это начинается с капитана команды, да. И я не пошел там для какой-то своей имени на стене, чтобы поставить, да. Я пошел там. У нас был очень, кстати, ну, если посмотреть на мою партию, как мы шли на Вибро, мы не говорили, что курс правильный, надо только подчинить одно колесо автобуса, ну, и ехать дальше. Мы сказали, что этот автобус едет к пропасти, да, и надо его остановить и повернуть в другую сторону, в сторону развития. А этот автобус поехал дальше, да. Я мог там сидеть, курить цигару, да, но я лучше пешком иду в правильном направлении, чем сижу в автобус, который едет в пропасть. Да, ну, ваша фракция, половина из них залезла в этот автобус, выражаясь вашим языком, да, 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 а другая половина пошла пешком в ту сторону с вами или в другую, так или иначе. Ну, время покажет, кто был прав, да. Я не буду кидать камнями мои фракции, ну, моим коллегам. А вообще партия выживет, на ваш взгляд? Ну, с учетом рейтинга и всей обстоятельности, которую мы видим, там уже, как сказали... Вы потерялись в сентябре, если у вас было 15%, да, сейчас у вас 2%. Ситуация абсолютно плохая и очень трудная, но не первый раз в истории Латвии были партии, которые уже сняли с дорожки. Сколько раз Вену вот и бы кончалась, и все-таки на Трампе. Я, конечно, не хочу сравниться с ними, да, это не тот автобус, да. Посмотрим, время покажет. Я могу сделать то, что я могу в конкретном моменте сделать, то есть пока идти в пешком правильном, по-моему, счету, направлении. Хотел бы несколько слов все-таки вернуться к той теме, с которой вы начали, по поводу сплочения общества. Вот на прошлой неделе вы определенный, на мой взгляд, гражданский поступок совершили. Во-первых, вы признали, что в отношении неграждан было совершено, ну так, предательство, и даже, так сказать, извинились так образно, да, за все случившееся. Это было, почему для вас это было важно? Потому что есть две точки зрения. Одни сказали, что снимаем шляпу и поддерживаем. Кто-то заподозрил опять, что вы уже думая, что будете кандидатом в президенты, решили вот такой месседж послать. Что на самом деле вам и двигало, почему вы решили? Ну, если бы я хотел бы стать президентом, то, наверное, этот месседж был бы как раз тот, который не надо посылать. Но нет, ну, я, конечно, отвечаю только своей, ну, себе насчет этого. Но те, которые меня знают, лично, знают, что такое мнение у меня с 91-го года. То есть вы ничего сейчас? Просто, просто, сегодня у меня есть возможность выйти на трибуну 7, это сказать, я считался там долгом и сказать, потому что я действительно, как молодой человек, мне это просто как человека задело. Я просто никак не мог понять, как можно быть так, что те, как их называют, я не знаю, кстати, какой национальности, не спрашивал, Беларусь, Украина и Русская не были. Ну, как говорят, русскоговорящую на барыкадах, да. Вдруг стали меньше нужны стране, чем, извините, например, чекист, латыш, у которого бабушка родилась здесь, да. Я как-то не, или который вообще во время барыкад уехал с Латвии, боясь, что это закончится плохо. Какая была большая возможность того. То есть я считаю, что это огромная ошибка, но даже не ошибка, я считаю, это реальное предятельство, потому что Народный фронт в свое время писал свою программу, да. И, ну, это уже первый шаг, где меня... В таком вопросе забыли... Кстати, во время, когда Народный фронт полностью держал парламент в своих руках, ну, то есть... Ну, во всем возможности, да. У них, то есть это там не было, там, в коалиции не прошло, да. Я считаю это очень неправильным. Ясно, что, наверное, в то время без института неграждан полностью пройти нельзя было, потому что ясно, что... Ну, я еще цифры не знаю сейчас, но ясно, что не все люди, граждане бывшего союза, были бы готовы стать гражданами Латвии. Там были разные мнения объективно, демократически, институтные граждан можно было и создать. Но с первого же дня должна быть эта система, как стать гражданами. Напомню, что теоретически первая возможность стать часть общества гражданам было в 95-м году, 4 года спустя. А 98-го, и там эти окна, реально те, которые были на баррикадах, я так посчитал просто, теоретично первая возможность, как бы он не знал латышкий язык, какой бы патриот он в Латвии не был, как бы гимн не знал, у него была возможность реально в 98-м. Так что 7 лет спустя тех событий. И, конечно, если ты 7 лет человеку говоришь, что он не нужен, да, ну, он так себя и в конце концов почувствует. Это в разряд неграждан попал в свое время даже депутат, который голосовал за Декларацию независимости, дозорцев. Потом ему только дали гражданство, что показывает абсурдно все это ситуация. Ну, конечно, я просто, я это помню, просто мне было тогда 16 лет, я это помню, и меня это задело, как человек, я считал, что это несправедливость, это не демократично, это, ну, можно всякие названия придумать, и так считал тогда, так считаю сегодня. Так что я считаю то, что 7 принял, что все, которые рождаются в Латвии, автоматически становятся гражданами. Конечно, у них есть возможность от этого отказаться, ну, в будущем, или родители есть возможность отказаться, но никого, никто уже просить ничего больше, я считаю, здесь не должен. Ваше выступление нашло поддержку, это можно посмотреть в соцсети, по комментариям, но также многие вам указывали, ну, многие вас начали критиковать и указывать в сторону России одновременно. Если мы вот абстрагируемся от интернета, уйдем от комментариев частных пользователей, какова реакция была на ваше выступление в Сейме, может быть, кто-нибудь подходил, давал какие-нибудь комментарии по поводу вашей речи о негражданах Латвии? Ну, никто, по крайней мере, в лицо ничего плохого мне не говорил, может, бояться, но хороших слов я слышал, да, от многих людей, так что, ну, это не важно, важно, что ты думаешь, и не бояться говорить то, что ты думаешь, я считаю. Расскажите по поводу вашего движения, как оно произошло? Вы сами заявили своим коллегам о том, что, в принципе, рассматриваете такую возможность баллотироваться на пост президента, или вас выдвинули, вам предложили, и сколько человек, вот, на данный момент вас поддерживают, вы знаете точно. Ну, я знаю, что поддерживают, ну, те, которые подписали, там, Линда Леппини, Аутс Глобзен, Скорейна Спруда, вчера Юлия Степаненкова, Вивера Зоро, что она поддерживает, ну, наверное, я и сам, так что пять есть. Мы это обсуждали, это не было, это же коллективное решение было, просто мое мнение было такое, что если на, скажем так, на 13 мая утро нет ни одного кандидата, за которое я или мои коллеги были готовы сердцем отдать свой голос. Я не говорю, что я лучший вариант президента Латвии, но просто, а где остальные, да, почему они боятся выступать? Я знаю, что многие партии обходили полгорода, там, иская, ну, уговаривая людей кандидировать, никто не был готов. Если, я вообще, кстати, это вообще бы как принцип поставил, ну, может, вибро президента не очень самый хороший такой момент, но если у тебя нет за что голосовать, ну, в муниципальных или в сеймских выборах, или если ты хочешь выбирать там маленькое зло, как меньшее зло, да. Есть один рецепт, поставь свою кандидатуру и голосуй за себя, так я сказал, если не будет никого, за который я с сердцем готов отдать свой голос, выступлю сам. То есть сейчас помимо вас такого кандидата нет? То есть вы бы не голосовали ни за господин Левиц, ни Янсен? То, что я считаю, ну, я не хочу тут очень ритриковать господин Левиц или господин Янсен, они достойны кандидата, ну, своим и так далее. Но, и просто то, что я считаю сейчас важным для страны, в будущем, где президент имеет большую роль, я в этих кандидатах не вижу, потому и я выступил. Видел бы я, я бы их просто поддерживал, одного из них. Вы выступили инициатором создания парламентской следственной комиссии по вопросу системы компонента обязательной закупки. Скорее всего, она уже будет создана, как подразумевается. Но вот буквально позавчера в ДНС бизнес вышел большой материал о том, что эксперты очень скептически относятся в принципе к отмене компонента обязательной закупки и высказались о том, что это не решит проблемы энергетической отрасли, вот чтобы сейчас не предпринять. Потому что есть обязательства, да, и мы тогда можем понести убытки. Это очень интересная логика, что, ну там насчет судейства, да, кто-то, кстати, эту цифру никто никак не может показать, где она, где они взяли, что вот там, если отменить, то при судействе надо будет платить миллиард евро. Да-да-да-дан, ужас. И ответ на это, знаете, какой? Чтобы не платить миллиард, который неизвестно откуда появился, будем платить два вперед. Ну да, продолжим, да, уже два заплатили, да. Так что это просто фантастичная логика, да. Значит, все говорят, что нет возможности, чтобы Латвия была самая дорогая страна по иному энергии. Вот никак нельзя быть по-иному, да. Это абсурд, это не только абсурд, это, я считаю, что все системы этого ВВК, это самое большое экономическое преступление в независимой Латвии. Я не уверен, что первое время, да, сороково, но точно после девяносто первого. Все эти другие аферы, которые мы называем, они просто мелочи, да. Четыре миллиарда решили взять от общества, это одно дело. Но сделать неконкурентоспособную нашу экономику, это второе. Да, да, это просто фантастика, да. Я думаю, что Народная партия никогда не могла бы придумать такое свое время. То есть, они если придумали, то взять 0,01%, а тут пришло верно, ты сделал это десяткой раз дороже. Так что, и комиссия не может быть создаться, но она уже, в принципе, создана, там формальное решение парламента, потому что если 34 голоса набрано или больше 34, то она не может быть не создана, да, так что она, в принципе, уже есть. Ну, мы поставили дату рассмотрения вопроса 23 мая, потому что некоторые коллеги нету в этом четвергу, потому что 23-го она будет создана, там, конечно, дальше вопрос, кто ей будет руководить и как фракции будут поступать, чтобы назначить своих представителей в эту комиссию. Ну, из-за этого, поэтому вопросами, поэтому это так долго шло, самое главное, не даже кто руководит, а самое главное, на какие вопросы надо ответить. Какие, кто виноват, найти ответственные. Там у нас 9 страниц вопросов. Пойдемся через всю эту историю, как это вообще началось, кто эти решения принимал, было ли экономическое основание, ну, то есть, был какой-то анализ, что это будет означать экономик Латвии, была ли система, как это, надо над этим смотреть. Было это согласовано, хотя я знаю вопрос, но надо через комиссию пройти, было это согласовано с первой комиссией, мы знаем, что нет. Если это было не согласовано, это незаконно, потому что там, это абсолютная компетенция Евросоюза, и до того, как ее согласовать, никакой поддержки не может предъявляться. И последнее, это много вопросов разных, но последняя часть насчет того, как себя вели наши правоохранительные органы. К нам, прокуратура, которые все это должны были видеть, все, венутые бы только в пожертвованиях от тех получателей ОИКа, получили более 250 тысяч свою кассу партийную. Как это рассматривалось? Где был КНАП в то время? Сейчас они очень гордо говорят, что они там все делали, но хотел бы этот вопрос обсудить. И, конечно, комиссия должна, и вот такое есть право и возможность пригласить в эту комиссию представителей прокуратуры, у которых задача в таких комиссиях не просто быть рядом и наблюдателями ждать результатов комиссии, у него там конкретные задачи, если в работе комиссии ответы на вопросах видят состав, то он должен, прокурор должен начинать дело. Потому что посмотрим, сколько дел с этой комиссией видят. Но одно дело, что посмотрим в будущем, но самое главное, почему-то комиссия создается, чтобы такого никогда не происхожило в будущем. В будущем. Давайте успеем принять еще звонки. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Господин Шмидт, вот людей с таким мышлением, как вы, единицы в Латвии. Ведь все 30 лет страной управляют люди с мышлением вашей дочери с мороженым в Межапарке. Вот пойди к автомату, возьми деньги. Они ходят, берут деньги и прекрасно себя чувствуют. И не является и наивностью вашей. Вот вы умнейший человек, я и раз сразу заметил, когда вы только появились. Не является и наивностью вашей что-то изменить, когда люди абсолютно не заинтересованы в изменении чего-либо. Все эти Ашераденцы, Рейерсы, значит, Рейзница Озова, они это делали и будут продолжать делать. Понимаете? Спасибо большое. Вот такая реплика. Да, что делать с теми людьми, которые, ну, грубо говоря, строят большинство права? Ну, в прошлом парламенте, в 12-м системе Шмидта не было. Ну, сейчас он уже есть в парламенте. Так что, я думаю, что-то уже поменялось. Я не боюсь, ведь изначально, это часто в жизни было, когда я верю только один в чем-то. И когда я один иду той дорогой, то есть я уже не один. Уже есть Линда Лепини, уже есть Карина, есть Юлия и так далее. То есть у нас уже не единицы. И придет время, я уверен, просто надо об этом говорить, не бояться, не отходить, не уступать, идти своей дорогой. Я уверен, что когда пройдем первые 10 километров, у нас будет уже 20, а потом, смотря, уже 30. А там уже 51 недалеко. Ну что, один звонок примерно еще. Да, последний, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Господин Шмидт, вот я вас сейчас слушаю, и мне очень созвучны ваши слова, тому, что думаю я. Но вы понимаете, что вы уже в этой передаче только сегодня наговорили, по сути, на государственный переворот, на полный пересмотр всех устоев существования государственной машины, которые, по сути, называются бизнесом, чиновничьим бизнесом, построенным на распиле бюджетных средств, причем бюджета не только государственного, муниципального бюджета, бюджетов муниципально-государственных предприятий. Эта же система существует сверху дониза. Вот мне интересно, вы понимаете, что все это можно только для того, чтобы только таким образом сделать, чтобы переприхнуть сверху дониза вообще всю государственную машину, изменить все мышление. А у вас несколько человек. Спасибо большое, извините, если до конца не дослушали и совсем мало времени, надо дать возможность ответить. У нас не несколько, я думаю, что ту систему можно изменить, когда народ поднимется и будет это решать. Я не говорю насчет переворота, извиняюсь. Я демократ, я считаю, что только демократическим способом можно и правильно надойти, хотя это может долгий путь. Но, знаете, есть такая, помните, была такая ситуация, неважно, кто сейчас прав, кто не прав. Но идея была такая, было такое правительство Калвитеса, у них было, по-моему, 67 голосов в коалиции. Ну, все. Абсолютная поддержка большинства. Полный контроль, ну, там все есть, что желать. А вышли на улицы с зонтиками тысячи людей тогда, это была поддержка Лоскутова. Ну, неважно даже, кто был прав, не прав. Но вышли тысячи. И Калвитес понял, что если он будет там сидеть, видят, может, десятки тысяч, потом еще. И вся власть разрушилась. Калвитес заступил. Просто я хочу сказать, что нет и другой лекарств, как давление общества на своих же депутатов, которые мы не брали. Вы же знаете, что в Латвии люди не выходят, если сравнивать с настоящими протестами. Потолок низкий, я согласен. Но он есть. И если по истории посмотрим, истории Латвии, латышского народа, то когда этот потолок все-таки кто-то достигает, то выход может быть разный. Но еще раз, я говорю, что только демократический путь, конечно, есть тот, в который государство может идти. Спасибо большое. Время подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях был депутат Сейма Дидис Шмидтс, кандидат в президенты Латвии. Спасибо большое. Спасибо.